Какие работы существуют только потому, что мы тупые? Один раз я встретил чувака, работа которого заключалась в том, чтобы пачкать грязью картофель. Все дело в том, что до того, как картофель попадает в магазин, какая-то компания в цепи поставок хорошенько его моет. Но для магазина это плохо, потому что многие люди не доверяют слишком чистому картофелю. Поэтому им нужен чел, который будет его пачкать, чтобы он выглядел более естественно. Ты ведь сейчас не шутишь, верно? Не шучу. Но это было пару лет назад, может сейчас что-то изменилось. Хотелось бы посмотреть на этих покупателей, которые покупают картошку по принципу чистая грязная. Забавно, ведь они выбирают ее из двух ведер с абсолютно одинаковой картошкой. Неа. У нас в Великобритании недавно сплыла инфа о том, что один большой поставщик яиц специально посыпает яйца соломой и перьями, чтобы их органические яйца выглядели более органическими. Тренеры по Фортнайт. Не верю, это все враги, этого не может быть. Изменено. Я получил от вас много ответов, и мне кажется, что вы меня немного не поняли. Изначально я написал это чисто в шутку, потому что, ну, вы знаете, все ненавидят Фортнайт. Я вообще люблю видеоигры, и мне дико нравится, что сейчас появляются такие профессии. Полностью поддерживаю все это. Будущее уже настало, стрякашка. Только не мое будущее. Мой младший 18-летний брат собирается поступать в универ на программу по изучению киберспорта. Я офигеваю с того, что сейчас есть такая возможность. И я пока до конца не понял, меня это злит, или я просто завидую своему брату. Несколько лет назад у меня была подработка в одном модном магазине. Внутри него находился эскалатор, который ехал со второго этажа на первый. Однажды этот эскалатор закрыли на месяц на ремонт. И несмотря на то, что возле него стояло много, много предупреждений, чтобы люди использовали вместо него лифт и лестницу, народ все равно перся к этому эскалатору, поэтому туда пришлось поставить работника, чтобы он всех перенаправлял. В один момент меня уже стало пугать, сколько людей не умеет читать и прет через все барьеры. Находились еще и такие, кто бесился от того, что мы не даем им спуститься на эскалаторе. Охренеть, как люди вообще жили до того, как были изобретены эти движущиеся ступеньки. Мне иногда приходилось перекрывать на работе дороги из-за несчастных случаев. Количество людей, пытающихся объехать дорожные ограждения, поражает воображение. У меня есть вторая работа, на которой я тупо вбиваю данные. Зарабатываю 25 долларов в час за то, что копирую и вставляю инфу сайтов в Excel-таблицы. Ну и немного их форматирую. Ты ведь знаешь, что можно сделать так, чтобы Excel делал это за тебя автоматически? Вот так программирование и лишает людей работы. Если вдруг решишься на это дело, никому об этом не говори. Если они начнут что-то подозревать, до последнего вешаем лапшу на уши. Я так и сделал на старой работе. После того, как я уволился, они снова вернулись копировать-вставить. Работаю в техподдержке первого уровня. Вы пробовали включить и выключить устройство? Ну да, конечно пробовали. Тогда может попробуете продуть кабель? Мало ли туда попала пыль и теперь она меша... Ох, что вы говорите? Оказалось, что просто отошел кабель. Вот это да! Что ж, хорошего вам дня! Вы пробовали включить и выключить устройство? Ой, так это было две недели назад, я уже не помню. Мой ноутбук сейчас дома, не могу попробовать, еду за рулем. Любая работа, связанная с сетевым маркетингом. Телки из Инстаграма, которые продают чаи для похудения, и у которых в профиле написано «Занимайся предпринимательством». Это я сейчас про вас говорю. Чувак, мне тут недавно позвонил друг, которого я не видел со времен старшей школы. Я закончил школу уже очень давно, так что было крайне странно увидеть звонок от него. Если честно, учитывая наш возраст, я сразу подумал о том, что произошло что-то ужасное. Может кто-то умер из общих друзей. Я выбежал из офиса и принял звонок, готовясь услышать неприятные новости. Но только мы начали разговор, как он тут же начал заманивать меня в какую-то сетевую схему. Блин, как я был на него зол. Чувак, ты слишком стар для всей этой хрени. Хорош вестись на нихрена не работающие схемы быстрого заработка. Детективы-экстрасенсы. Потому что зачем доверять интуиции профессионального детектива? У нас в университете есть чел, работа которого заключается в том, чтобы стоять рядом с мусорниками и следить за тем, чтобы люди выбрасывали мусор в правильные контейнеры. У нас в школе раньше была одна постоянная проблема. Мусорники для переработки загрязнялись левым мусором. В один момент ситуация зашла так далеко, что компания по вывозу мусора на несколько месяцев отказалась обслуживать нашу школу. В итоге все мусорники для переработки переделали так, чтобы было предельно понятно, что можно в них бросать, а что нельзя. Рядом поставили обычные мусорники. И что вы думаете? Люди до сих пор выбрасывают еду и прочую хрень в переработку. Работаю заправщиком на заправке самообслуживания. Если честно, все, что мне нужно делать, это нажимать на экстренную кнопку, если кто-то вдруг льет бензин мне в бензобак или канистру для бензина. А еще, когда я ухожу, я должен все выключить. Тебе случаем не приходилось делать предупреждение какому-нибудь байкеру из банды? В моем случае это была банда язычники, известная своей жестокостью, которые любят покурить на заправке. Вот мне один раз пришлось. Я долго думал, стоит ли это делать. И теперь знаю, что не стоит. В следующий раз просто возьму попкорн и буду с безопасного расстояния смотреть огненное шоу. Гомеопаты. Да, в Германии они просто повсюду. И самое забавное, что их услуги покрываются страховкой. Какой же бред. В Нидерландах такая же беда. Даже моя мама верит во все это говно, хотя сама работает медработницей. Я был бы не против этого плацебо, если бы оно не было таким дорогостоящим. И сколько ты не заваливай маму фактами, ее ничего не переубедит. Уборщики медлабораторий. Очень грустно наблюдать за тем, как эта индустрия развивается в Австралии. У нас в Арканзасе такая же проблема. Весь штат завален этой дрянью. Работаю менеджером по безопасности. Большая часть моей работы подходить к людям и говорить им вещи, которые большинству и так кажутся очевидными. Например, пожалуйста, не курите возле этой легковоспламеняющейся жидкости. Чувак, я работаю на государстве и занимаюсь утилизацией опасных отходов. Раз в месяц я стабильно вижу возле своей будки какого-нибудь челика, который курит прямо под знаком «курить запрещено». Серьезно, чувак. В четырех метрах от тебя стоят 750 литров легковоспламеняющихся жидкостей первого класса. Вышибалы в ночных клубах и барах. Забавно, что бухие люди могут вести себя настолько глупо, что нам нужны люди, готовые брать их на себя, чтобы остальные могли хорошо провести время. Был тут на концерте в начале недели и видел, как из заведения выкинули одну нажратую пару, которая вела себя слишком агрессивно. Мне кажется, мы недооцениваем то, насколько представители этой профессии улучшают нам впечатление от вечера. Если вам не нравится, что на входе в клуб стоят вышибалы, значит вы тот еще козел. Я раньше тоже работал в одном клубе. Не скажу, что мне прям так уж часто приходилось иметь дело с агрессивными людьми. Скорее просто с бухими тупицами. Однажды ко мне подошла пьяная девушка, которая рыдала из-за того, что не может найти выход. Выход был в двух метрах от меня. Над ним была большая зеленая вывеска. Папарацци и журналисты, которые ведут колонки со сплетнями. Если их не будет, то как я узнаю, что знаменитость носит в свободное время? Работаю в океанариуме. У нас тут есть челы, которых я называю гидными по этажам. По идее, их работа заключается в том, чтобы подходить к людям и рассказывать интересную информацию об экспонатах. Но на деле они существуют для того, чтобы просить людей не совать руки в аквариумы со скатами и черепахами. Потому что сами люди почему-то до этого додуматься не могут. Фразу, а почему нам нельзя гладить скатов? Я слышу каждый божий день. Челы, которые прорезинивают столбы и телефонные будки, чтобы мы не ломали себе носы, когда врезаемся в них во время переписки. Видел тут недавно, как женщина остановилась прямо посреди оживленного пешеходного перехода. Была очень увлечена перепиской по телефону. Пока ей не начали сигналить, она походу вообще не врубалась, что происходит. Потом она же еще и обматерила водителей. У меня от одного только этого комментария поднялось давление. Такие люди вызывают ярость. Фирмы по продаже билетов, которые продают билеты, купленные у других фирм по продаже билетов. Тоже работаю в техподдержке. Моя работа существует только благодаря тупости людей. Кстати, вот вам совет от профессионала. Компьютеры ломаются не из-за того, что они не делают того, что вы от них требуете. Они ломаются из-за того, что они слишком точно выполняют то, что вы от них требуете. Моей первой работой после окончания универа было стоять возле продуктового магазина Aldi и помогать людям разбираться с тележками, в которые нужно закинуть монетку. Так что да, я просто рассказывал, как положить монетку в тележку, а потом как прицепить ее обратно к остальным тележкам и вернуть монетку. Нахер все это, я сходил с ума на этой работе. Телеевангелисты. Надеюсь, что когда-нибудь я доживу до того дня, когда люди перестанут приносить деньги этим шарлатанам, покупающим себе особняки и частные самолеты. И считающим, что они заслужили все это, потому что их любит Бог. Многие постоянно плюются на американскую береговую охрану, но они понимают, что этим ребятам приходится иметь дело с самым опасным видом животных на земле, пьяными владельцами лодок. Мой муж работает трудовым адвокатом в одной гигантской компании и каждый месяц проводит семинары, на которых рассказывает людям, что на работе запрещено домогаться друг друга. И как по часам, через две недели после очередного семинара, кто-то попадается на этом. В Великой Америке когда-то была крупная компания, в которой участвовало несчетное множество дизайнеров, маркетологов и пиарщиков. Их задачей было придумать лесного маскота, медведя в шляпе, который призывал бы население не сжечь в лесах костры. Работаю адвокатом. 90% времени мы тратим на 10% наших клиентов. А потом они еще винят нас в том, что попали в беду, делая то, что мы всегда просим их не делать. До сих пор работаем только благодаря тупым людям. Работники парков и пляжей, которые следят за тем, чтобы люди не мусорили. Помню, когда я был маленький, моя мама любила водить нас с братом гулять в парк. Один раз у меня в кармане оказался фантик от жвачки, поэтому я направился в сторону мусорника, чтобы его выкинуть. Так получилось, что рядом патрулировал полицейский и увидел, как я подхожу к мусорнику. Он подошел ко мне, сказал, что я сделал хорошее дело и дал купон на бесплатное мороженое. Я ответил, что в этом нет ничего такого, ведь все так делают. На что он ответил, да нет, далеко не все. До сих пор не понимаю, почему некоторым людям так сложно донести мусор до урны. Я работаю в магазине, в котором продаются принадлежности для бассейна. В основном моя работа состоит в том, чтобы нянчиться с людьми с момента их прихода в магазин и до их ухода. Проблема в том, что люди ничего не знают о бассейнах и понятия не имеют, какое у них стоит оборудование. Чтобы понять мою работу, представьте, что есть продуктовый магазин, в котором работает парень, которому можно подойти и узнать, что тебе нужно. Покупатель подходит и говорит, ну мне вроде нужен овощ. Парень отвечает, окей, как выглядит этот овощ? Ну хозе, круглый такой, эээ, какого цвета? Не знаю, не уверен, то ли серый, то ли коричневый, то ли зеленый. Парень начинает перебирать все подходящие под описание овощи и в итоге оказывается, что покупателю вообще-то нужен был арбуз. И парень идет в нужный отдел и сам приносит арбуз, потому что если доверить это покупателю, то он может случайно взять вместо него тыкву. Вот такая у меня работа. Большое спасибо за просмотр, дружок. И в комментариях под видео можешь написать, какие работы существуют только потому, что мы тупые. Плюс предлагаю посмотреть тебе видео о крышесносящих фактах, которые удивят даже четырехлетнего ребенка. И как пары, которые стали жить вместе, отвечают, что больше всего удивило в жизни с парнем-девушкой. Продолжение следует...